Продолжение следует... О спасении тех, кто еще недостаточно зрел для того, чтобы делать какой-то сознательный выбор или отдавать отчет своих действий. Поэтому вопрос в Писании ясно и четко не выражается. Тем не менее, имеются некоторые намеки такие. Например, 19-я глава Ивангелия от Матфея с 13-го по 15-й стихи. 19-го по 15-й. А тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же восприняли им, но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда. На основании этих типов многие мыслящие христиане пришли к тому выводу, что если ребенок умирает во младенчестве, он попадает на небеса к Богу. Есть еще один отрывок в Священном Писании, я сейчас точно не помню, где это изложено. Но это пассаж, что говорит, если вы превратились и превратились как маленькие дети, вы не превратились как дети. Помните, когда умер ребенок у царя Давида? Это в 2-е Царство, он 12. Некоторые на этом отрывке строят и формулируют свое воззрение о спасении младенца. Вы помните, что Давид греевал и прожил так сильно за жизнь ребенка, но когда он обнаружил, что ребенка умерла, то он, в смысле, не прекратил греевать. И они сказали, что почему? Вы греевали так много раньше, а теперь ребенка умерла, почему вы не прекратили? Помните, вот это повествование о том, что пока ребенок был жив, Давид очень усердно молился и постился, и, естественно, горевал. Но когда ребенок умер, то Давид в некотором смысле перестал горевать, печальнице. Что сказал Давид? Он сюда не придет, а он все равно пойдет к нему. Я не вернется ко мне, но я пойду к нему. То есть для некоторых людей это является указанием на спасение детей. Другие говорят, что это не вполне убедительно, но в любом случае это те места, которые хотя бы как-то касаются этого вопроса. И, конечно, в конечном итоге во всех других вопросах, в частности, мы опираемся на справедливость Божию, уповаем на справедливость Божию. Абрахам сказал в Геннезисе 18.25, «Shall not the judge of all the earth do right?», это Геннезисе 18.25. Абрахам сказал в Геннезисе 18.25, «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» Anyway, this has given many Christian thinkers a confidence that infants and little children who die are safe with Jesus. Вот подобные размышления привели многих христиан, многих мыслителей, к выводу о том, что если ребенок умирает, он будет на небесах с Иисусом. Но не потому, что они невинны, не потому, что они безгрешны. Нет, так же, как и все остальные, младенцы грешны, то есть на них есть вина. Салом 51, I will ask you which psalm, I'll read it, because it might not be the same for yours. Psalm 51.5, in mine. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Is it the same verse? No, it's number 7. Oh, 7, okay. Isaiah 58, oh no, sorry, Psalm 58, in verse 3. Even from birth the wicked go astray. 57, 4 стих, с самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. So, assuming that infants who die in infancy are saved, the reason is not because they are innocent. Поэтому, если допустить, что младенцы, которые умерли сейчас на небесах со Христом, то нельзя утверждать, что они там, потому что они безгрешны. Как и всем остальным, им также нужно искупление. Но многие полагают, что Бог распространяет искупление Иисуса Христа на этих младенцев неким особым образом. Потому что, несмотря на то, что они виновны, они не ответственны за свою виновность. Они еще не достигли того возраста, который считается возрастом ответственности. Когда они могут воспринять нравственные истины и могут нести ответственность за тот выбор, который они делают за свои решения. А что Вы по этому поводу думаете? Какие ответы на подобные вопросы Вам приходилось слышать? То есть, тут Бог вообще ни при чем, потому что каждый может умереть еще до того, как мы родились за грехи. То есть, сказать, что неспоредливый нельзя. Нет, это пункт первый. Да, самый пункт первый. То есть, как бы, значит, это была воля Бога. И сказать, что как-то вот тело распространяется или не распространяется. То есть, Бог не захотел, чтобы человек услышал Иван. Ну, а дальше? То есть, как отвечают на вопрос? Ну, и где, с Вашей точки зрения, теперь оказалось? То есть, сказать, как эти люди, которые на острове без общего несчастного откровения. То есть, спасения не Христа, мы слышали, что нет все-таки. То есть, естественно, не получили это спасение. И вот это, значит, есть спасение не Христа и детей как раз в этой категории. Правильно? Так, с чего мы начали? Ну, я бы не знаю, что случилось, но не знаю. в очень early стажах в их жизни. И если мы осуществляем... Гайос Джастин, но нет, и если мы осуществляем, что, в том числе, что, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, мы должны предоставить, и предоставить, и предоставить, что, в том числе, что, в том числе, и предоставить, что, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, мы не должны сказать, что это будет «салвация» «безоставить» «вот». Но, я имею в виду, это специально, взаимное, т.е., что профессиональные definiteнеят отчеты, как говорят, таким образом, и, верно по тому же TERNH favored ответы, с irgendj superior чтобы не могли virали против у кого-то. Какого ранее like he should go to, forgot to meet you here since we were sitting here. Okay, this is where the issue of the salvation of infants touches the issue that we're talking about here on the destiny of the unevangelized. Some say, you see, you've made an exception for infants that do not have to consciously repent and believe. So why can't, why don't you make the same exception for the heathen who have never heard the gospel? Okay, infants are the same as the unevangelized. But I would say, no, they are not the same as the unevangelized. These are two different categories of people. Look at this, if you could translate this, we, you know, we're talking about original sin, okay, this is the inherited sin from Adam that we have... That which we've inherited from Adam, okay. Everybody has that, infant, adult, whatever. Now, original sin plus the age of accountability leads to what we could call volitional sin. Some call it active sin or whatever, but... Ну, то есть, тому греху, который совершается в результате действия воли человека. То есть, человек там, по своей воле совершает какой-то грех. Volitional sin is conscious sin of the will. Грех осознанный, то есть, это акт воли. Я делаю выбор в пользу греха. You know what you're doing, you know what's wrong, and you do it anyway. Если это описать, то примерно звучит так. Ты знаешь, что ты так поступаешь, ты знаешь, что это неправильно, и все равно так делаешь. I mean, you're able to comprehend the moral implications, and yet you decide to do it. В этом случае человек сам понимает нравственную ответственность, и меру ответственности, которую он несет за этот грех, и он все равно его совершает. Now, original sin plus volitional sin leads to moral responsibility. Original sin only, without volitional sin, leads to guilt, but not moral responsibility. Now, this is how it's explained sometimes, and this can be debated too, but I'm just telling you, there's a possible way to explain it. If you've got this, and you've got this, you are morally responsible. Now, infants who die in infancy, have this, but they do not have this. Because to have this, you have to have this, plus the age of accountability, and they have a three-step yet. То есть, когда человек осознает, что он делает. Is that? Is that clear? Понятно объяснение? Okay. What about the un-evangelized? Okay, take that. When you say moral, what criterion is it, how do you define this moral? Moral responsibility? Moral responsibility. You are responsible for your sin and choices. In other words, your conscience somehow tells you that you do wrong, and you persist in that. And you are mature enough to understand what rebellion against your conscience, and what sin really is. This is the moral criteria for the good and bad conscience. If you do wrong, everything is true. If you do wrong or wrong, you do wrong. If you do wrong, you are грeming. If you do wrong, you do wrong. So that's the moral criteria for good and bad conscience. Conscience, I suppose, yeah. I mean, conviction of the Holy Spirit, conscience... То есть ты достаточно зрел для того, чтобы отвечать за свои поступки. Я извиняюсь, could I ask a question? If a child is like five years old, and he is in some way can distinguish between good and bad, and he still disobeys his money, can we say that he is responsible for his actions or something? This accountability is really a vague term. It is a vague term, and I don't know that anybody knows what this age is, except the Lord. Я просто спросила, да, меры ответственности. То есть ребенок даже в пять лет знает, если ему мама объяснила, что хорошо и что плохо, и он, предположим, не слушается мамы. Можно ли считать, что он идет против того, что он сознательно знает, да, сознательно идет против того, что он знает, делать нельзя. Но преподаватель говорит, что вряд ли кто-нибудь может сейчас реально, по человеческим меркам, определить вот этот самый возраст ответственности. Потому что только Бог знает, когда наступает такой момент. I have a two-year-old, I have a two-year-old granddaughter, she knows when she does wrong already. I mean, she knows that, if you tell her something and she won't down, she knows that she's not supposed to do that, but she does it anyway. Well, иногда не слушается, понятно, не ей говоришь, не делай чего-то, она все равно делает. Has she reached the age of accountability at two? I think it's more than just knowing something is wrong. It's perceiving what is my responsibility in this. There's something, it's a vague thing. Это очень расплывчатый термин, его очень трудно определить вообще, вот этот возраст ответственности. Потому что он подразумевает нечто большее, чем я сейчас что-то сделаю, я знаю, что мама это запрещает, но я это сделаю. Это скорее подразумевает некое осознание личной ответственности за то, что ты сделаешь, если ты поступишь неправильно. Ну да, тут 7 лет еще не соображает, а вот в телевизоре показали 5, 5-летние два пацана скинули с ним, а скрылся, 3-го там тоже 5-летнего родина, за то, что он с ними не пошел воровать. Это то же самое можно сказать, что в православной церкви, я спрашивала, с какого возраста начинают причащать детей, да? Их начинают, ой, исповедовать, я прошу прощения, исповедовать семи. Причем, когда я спросила, на основе чего это установлено, сказали, ну вот так вот собрались и решили, что лет в 7 уже можно. То есть никакого какого-то такого критерия, чтобы вот... Ну, я спросил, ну, если вы говорят, что, соответственно, в том, что все равно 11 лет, вы можете получить субботу. И они начали делать это, когда ребенок достигает 7 лет. И опять, когда я сказал, что критерия вы выбрали, я сказал, что это просто... Я думаю, что вряд ли можно определить вообще какой-то конкретный возраст. Наверное, для каждого ребенка он будет своим. Даже в Библии подобных упоминаний нет, ни в каком-то конкретном стихе, ни в какой-то конкретной главе. Сейчас мы строим модель, некую систему, основанную на библейских принципах. Здесь мы можем заблуждаться, и это надо признать. Здесь мне представляется лишь то, что когда человек достигает возраста, когда он может нести ответственность за свои нравственные поступки и осознает меру этой ответственности. Тогда можно говорить вот об этом возрасте. Поэтому давайте не будем сейчас говорить о ребенке какого-то конкретного возраста, там 3, 4, 5 лет и так далее. Давайте сведем это до уровня младенца, предположим ему неделю от роду. Итак, мы знаем, что у этого младенца имеется первородный грех. Но мы предполагаем, что ни в каком сознательном грехе этот ребенок не виновен. А если этот младенец умирает, ему нужно искупление, искупление Христово. Вот именно в этот момент, согласно обозрениям отдельных христиан происходит вот этот особый случай, когда искупление Христа распространяется на младенцев вне осознательного, осознанного покаяния и веры. Один богослов сделал такое предположение, но он сказал, что это предположение, и в Писании он этого не видел. Он говорит, что возможно Бог, прежде чем младенец отойдет в мир иной, каким-то образом расширяет его сознательность так, чтобы у него все-таки был шанс принять Иисуса Христа. Мы не знаем, что происходит. Но многие люди, и многие христиане верят в то, что дети, которые умирают в младенчестве, обретают спасение. А теперь вторая категория — это люди, не знающие Евангелие, никогда не слышавшие его. Итак, мы сказали, что младенцы виновны в этом, но не в этом. То есть имеется в виду, у них есть первородный грех, но нет сознательного греха. Следовательно, они и представляют собой некий особый случай. Но я бы сказал, что люди, не слышавшие его, представляют другую категорию, ибо они виновны в этом и в этом. Почему я это утверждаю? Потому что они достигли достаточного уровня зрелости, чтобы понимать меру ответственности за свои поступки. Следовательно, они несут нравственную ответственность. И мы не можем просто предупредить, что Бог будет относиться к мертвым, умершим, людям, которые не слышали Евангелие, так же, как он относится к умершим младенцам, распространяя на них искупление Христово. Здесь всякий параллелизм прекращается и не выдерживает, как бы. Потому что они не параллельны. Потому что Библия призывает нас, и дети, и научите тех, кто еще не научен, тех, кто не слышал. Они не попадают под действие вот этого особого закона, под который попадают младенцы, которые умирают в младенческом возрасте. Натсталые – это очень широкая категория. Сюда входит большое количество людей с разной степенью проявления болезней, с разными болезнями. Но если человек находится в вегетативном состоянии, то есть он совершенно ничего не воспринимает. Я бы отнес их вот к этой категории. У них нет возможности осознать нравственную истину. Их нельзя считать морально ответственными. И опять же я хочу распочеркнуть, что в Библии об этом нигде прямо не говорится, и мы сейчас делаем всякого рода допущения, максимально основанные на нашем знании Священного Писания. Но моя вероятность в том, что, кроме ребенка и технических заболеваний, кроме них, все другие люди должны услышать основания Господа и ответить, чтобы быть спасли. Поэтому, с моей точки зрения, все люди, за исключением младенцев и людей, которые находятся в вегетативном состоянии, то есть с крайней степенью отсталости, умственно не способных воспринимать истину, для того, чтобы спастись, должны услышать Евангелие. Но я так же верю в то, что Бог по своей мудрости способен донести Евангелие до тех, кто очень стремится к Богу. Как Он это делает, это, наверное, уже... нет, не то, что не важно. Он делает это по-разному. Он может это делать обычным способом, к которому мы уже привыкли в современном мире. Это через действие миссии, через то, что у человека появляется Священное Писание, доступное для чтения. Или же, как в мусульманском мире, это может происходить через всевозможные сновидения и видения. Бог обязательно донесет Евангелие до человека, который очень хотел бы принять. Я верю. Это мой модель. Вот так говорит моя модель. Это то, что следует из моей модели. Это то, чего придерживаюсь я. Просто интересно, как можно ходить, но вот что ты не знаешь. Меня один знакомый как-то спросил. Он ехал в Швецию и сказал, что тебе привезти такое, чего нет у нас. И ему сказала, ты знаешь, что если этого нет у нас, откуда я знаю, что это из Швеции. Как можно ли, как можно ли, как можно ли, что он не знает? Как, один из моих знакомых был в Сутина и спросил мне, что ты хочешь мне привезти, что ты не знаешь. Он сказал, что если я не знаю, то я не хочу, что я хочу привезти. Ну, тогда давайте определим это так. Не тот, кто хочет получить спасение, да, а тот, кто открыт для света, который ему явлен. Я верю, что Бог все-таки дал человечеству возможность угасить свет или принять его. И я опять же полагаю, что если человек принимает этот свет, Бог дает больше света. Вот один единственный вопрос, который у меня остался, но пока на данный момент, я думаю. Есть в Библии еще такое высказание, хотя он и в Ветхом Завете, естественно. Когда Бог говорит, я тебе накажу, и будешь наказан ты, и еще дети твои до четвертого колена. Как в этом случае, если дети убирают монет. Что мы будем бороться с этим, и сейчас, конечно, это в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, когда Бог говорит, что уменьшит тебя и в будущем, в будущем, у нас будет военные. Как вы будете делать это? Я не знаю. Узнаю. I don't know. There's another passage of scripture that says everybody shall die for their own sins. You can't say, oh, you know, it's my father's fault. So, I mean, it seems to be, those are two things, and I don't know if that former one punishing to the fourth generation was, you know, applied to those people, or it's applied to all of us, I don't know. I haven't thought of that. That's our next research question. Thank you. You know, in all these things we are making models. We are trying to systematize truth. That's what the Calvinist is doing. That's what the Arminian is doing. That's what we're doing here. Now, we make that model as best we can from the data in scripture. But at some time, but at some points, we, it's not just black and white here in scripture that tell us. So then we have to do the best we can with our model. But if we don't try to make any models at all, then we understand things even less. In other words, to seek to put the facts of scripture together, we must make models. Even though they may be... Even though they might be imperfect models. And even though we might have to say to somebody who has a different model, you know, you could be right on this. I'm not sure. But this is the best I can do. And even though we are going to look at the model, we will look at the rational elements. We can say, yes, it's true. We are doing everything we can. We are doing everything we can. As in the word, who is the foundation of Jesus Christ? 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 Like the Bible says, the foundation is called the foundation and all the different people build their premises are from different building materials. Those are all the special materials. like straw or wood or stone or gold. Well, we are coming to the end here. We are coming to the end here. We are coming to the end here. I thank you for your presence in this class and also for your participation in this class. I have learned things from you and from interacting with you. And I'm grateful for each one of you. I'm going to be praying for you. I'm going to be praying for you. All two, four, six, eight, nine, and with Sasha who is not here too. We will be praying for you. All ten of you. And I just pray God's blessing on you. And He will guide you every step of the way from here on. Oh, I'm going to pray for Igor too. I forgot. There are 11 of us. 11 of us. Yeah. 11 of us. Yeah. So, thank you and God bless all of you. И да благословит вас всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok